Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! 22 ферма. Начинаем новую карьеру. И, в общем-то, давайте, да, начинать. Средний уровень сложности, чтобы был какой-то изначальный баланс, и карта у нас будет в соседний регион. Собственно, по названию, наверное, ролика вы уже догадались. Сразу же вопрос, где же взять эту карту, где ее скачать. Ссылка есть в описании, чего уж там. Я тут пока модики выберу, которые мне нужны. Я таки посидел их, пообновлял. Я, на самом деле, очень давно не запускал 22 ферму. И давно не следил вообще за тем, что же есть у нас из модов для этой самой 22 фермы. Но пойдет. Но вроде бы модов у меня не сильно много, и плюс к тому, на технику никаких тоже нет. Исключительно всякие скриптики, менюшечки и всякие полезные штуки. Хотя нет, вот для техники тюкалку эту я поставлю. Вроде все как-то так. Но если что, там на паузу ставьте, можете смотреть, что у меня стоит. Хотя это все дело может еще обновляться. Не будем изменять традиции. Персонаж у нас, как обычно, супер-мега толерантный. Возможно, он даже трансгендер. Мы об этом не знаем. Игра не предоставляет такой возможности. Она не очень современная по нынешним меркам. Это был сарказм, если что. Я вообще не понимаю, что происходит в этом мире. Так вот, что нам надо первое сделать? Первое, это нужно пробежаться по всем настройкам. Курсплею отрубаем нахрен зарплату. Что здесь за некоторые настройки, я, честно говоря, в душе не знаю. Но и хрен с ним. Экономическую сложность ставим высокую. Для веселья дорожное движение выключаем. Сезонный рост выключаем нахрен. Дней в месяц пускай будет 28. По отображению пускай будет июль. Снег можно выключить, хотя мы его и так не увидим. Унижение растений мы выключаем. Спашку оставим. Камни я не знаю. Пускай будут. Тут, хотя вроде как, насколько я понимаю, абсолютно бесполезная опция. Вообще нахрен. И сорняки на самом деле тоже нахрен. Может быть потом включим. Но не факт. Грязь средний автозапуск двигателя мы вырубаем. Лимит заполнения прицепа включаем. Прикольная фича, мне нравится. Намет и все вот это вот пополнение автоматическое мы тоже выключаем. Ну и вроде бы по настройкам все. Хотя там есть еще пара менюшек. Но ладно, если что, мы до них дойдем. Ну и далее, друзья, давайте смотреть, что у нас есть. Во-первых, у нас есть уже некоторая стартовая техника и есть некоторая база. Хотя на самом деле этот участок, насколько я понимаю, у нас не в собственности. И по фэншую, наверное, стоит его купить. Это вот этот. Покупаем. Хотя недорого он стоит. На самом деле я долго думал, иметь ли базу здесь. Или же построить где-нибудь на другом месте. Здесь, знаете ли, места не очень много. С другой стороны, здесь есть элеватор, здесь есть какие-то теплички. Кстати, здесь есть теплички. Можно выращивать помидоры, салат и клубничку. Ну, допустим. Правда, нужно привезти воду и удобрения. Хорошо. У нас есть немного техники. Это бочка для воды. Для поддонов такие вот виллы навесные. Есть домик, где можно поспать в случае чего. Есть элеватор. Бункер пуст, а вот насколько он хрен его знает. Ну, вроде как он должен быть большой. Тут карта заточена под большие всякие объемы. Есть немного техники у нас. Есть вот такой вот культиватор классный. Маленький. Есть такая вот сажалка. Есть сейлка. Насколько я понимаю, это сажалка, а это сейлка, да? Неважно, разберемся. Есть также трактор и прицепчик для всего сыпучего. Есть комбайн. Есть фуражный прицеп. Есть еще один трактор. Есть водонапорная вот такая вот штука, где можно будет нарулить воду. Есть две жатки для комбайна, для початков кукурузы и подсолнечника или для зерна. Есть у нас еще, кстати, три гаража здесь. В них тоже может что-то стоять. Не, пусто. Может здесь что стоит? О, здесь стоит удобрялка. Это прекрасно просто. Это мне нравится. И стоит еще один трактор. И здесь у нас, насколько я понимаю, это полольник. Пускай будет, ладно. Вот, значит, база у нас не особо сильно большая. Но знаете ли, разработчики оставили здесь небольшую пасхалку лично для меня. Поэтому мне просто грешно будет здесь не остаться. А теперь, друзья, давайте разбираться, что мы вообще будем делать. А, да, сразу же по поводу автодрайва еще, друзья, небольшая информация. В общем-то, я проводил некоторые стримы, рисовал карту. Но меня надолго не хватило. Лень меня вообще одолевала. И я так это и не доделал. Но есть добрые люди, которые со мной этой самой картой поделились. За что им огромное спасибо. Одному человеку, да. Хотя, может, он с дочкой рисовал ее вместе. Хрен знает. Неважно. И так как, как бы это не мое, я это дело выкладывать не могу. Сами понимаете почему. Но, если этот человек захочет сам, то, в общем-то, в группе ВКонтакте, где вот эта карта есть, там, в общем-то, он, может, и выложит. А может, уже выложил. Я почему-то, кстати, в этой группе не состою. Надо, чтобы меня туда позвали. Вот. Ну, короче, просто большая просьба, меня не теребонькать по этому поводу. Это не мое, я не могу чужим делиться. Если бы я это сам нарисовал, то, конечно, пожалуйста. Так вот, друзья, какие у нас первые планы? Первые планы, это, конечно же, начать полевые работы. Для того, чтобы начать полевые работы, нам нужна техника. Она, в принципе, уже есть, но это такая слабенькая техника, и ее нужно будет обновлять. Также, конечно же, нам нужны расходные материалы. Это семена и удобрения. И для этого нам нужно производство сельхозхимии. По-моему, оно где-то вот здесь находится. Простите, я еще здесь вообще ни разу не ориентируюсь. Вот она, сельхозхимия. Можно посетить это производство. А на этом производстве у нас производятся, да, семена и удобрения. И так как я, знаете ли, люблю, чтобы все было свое, нам нужно это производство. Оно стоит 500 тысяч денег, но я его пока покупать не буду, потому что оно просто так работать не будет. На этой карте все завязано на электричестве, поэтому в первую очередь нам, друзья, нужна электростанция. Насчет электростанции, кстати, я еще вот не до конца разобрался. Наверное, давайте, может быть, сейчас подумаем на эту тему. А именно БГА. БГА тоже, по сути дела, является своего рода электростанцией. Где оно находится, эта самая БГА, тоже хороший вопрос. Вы знаете, есть у меня подозрение, что нету здесь БГА своего встроенного на этой карте. Значит, придется строить электростанцию. Ясно, все понятно, значит. Где мы будем строить электростанцию? На карте есть прекрасные вот такие вот участки, где ничего нету. Они выделены именно под строительство Placeable объектов. Самый дешевый из них, это вот 130 тысяч он стоит, находится на самом юге карты. Пока что я его покупать не буду, может, туда давайте пробежимся. Вот, вот такой вот ровный плоский клочок земли, хотя, кстати, подровнять его имеет смысл. Рельеф на этой карте вообще капец. Кому-то понравится, кому-то нет. Ну, короче говоря, вот такой вот клочок земли. И здесь мы, скорее всего, поставим нашу электростанцию. Самую маленькую, самую простую. Можно ее, знаете ли, даже сразу прям примерить здесь. Вот она, 500 киловатт. Она будет работать на угле, на соломе, на метане, на щепе и, насколько я понимаю, дизельное топливо. Будет выдавать нам электричество. Места здесь, в принципе, хватает. Здесь даже терраформировать толком ничего и не надо, да? Относительно ровный участок, судя по цене. Но, опять-таки, стоит 500 тысяч денег. Блин, у нас с деньгами, видите, напряг. То есть, 500 тысяч сельхозхимия, 500 тысяч вот эта штука, 130 тысяч участок. И еще, друзья, я изначально нацелился, чтобы эту самую электростанцию чем-то питать. Это угольная шахта, которая, падла, тоже, по-моему, 500 тысяч стоит. Да, 500 тысяч стоит. Но тут есть такая дилемма. Чтобы запустить угольную шахту, нужно электричество. То есть, нам нужно нарулить что-нибудь для запуска электростанции хотя бы. Каких-то материалов. Да, можно закупать. Прямо через меню производства. Но я небольшой любитель таких сценариев. Обойдемся как-нибудь без этого. Но, друзья, здесь, конечно же, есть мои любимые контрактики. Работа на чужих полях. И вот смотрите, например, есть какое-то поле. Не сильно, кстати, большое. Блин, нет, это очень сильно большое поле. 26-е. Черт. Ну, короче говоря, здесь у нас растет пшеничка. И урожай созрел. И можно было бы его убрать. Можно было бы собрать с него солому. У меня стоит модик на воровство солом из контрактов. Так вот, можно было бы стебрить соломки отсюда. И запустить тем самым эту самую электростанцию. И какое-то время она проработает на этой соломе. Хотя с такого поля солома будет просто обосраться сколько много. И можно будет даже на первое время не думать и про уголь. Но, кроме всего прочего, да. Самое главное, я ж не сказал. Это, друзья, надо еще и своими полями заниматься. То есть, в первую очередь, вообще первая статья расходов, которая у нас должна быть. Это надо купить поле. И, разумеется, какое-нибудь не сильно большое поближе к базе. Разумеется, вот тут 10-е, 9-е бросается в глаза. 18-е может быть. Но сейчас мы посмотрим, сколько это все дело стоит. И купим самое маленькое. Потому что оно стоит 749, мать его, тысяч денег. Но вот твою же ж мать. 9-е поле стоит 1,418, 1,6 миллиона. Поля здесь не самые дешевые. Но они, кстати, и большие. Есть вот подешевле 22-е. Но, знаете, туда так далеко ездить, вот не хочу. Прям не хочу, не хочу. Давайте, друзья, купим 10-е поле. Оно теперь наше. Вот оно, наше поле. Оно удобрено на 100%. Вообще с ним все прекрасно. И скоро созреет урожай. Ну, как скоро, не сегодня. Четвертая стадия из 6-ти. Я не знаю, как тут со стадиями, сколько дней что-то цветет. Здесь что-то как-то поменяли. Но, короче, уборкой нашего поля мы будем заниматься не сегодня. Ну, раз пошла такая пьянка, давайте, в общем-то, покупать еще участки. Берем, друзья, участок под электростанцию, который нам еще в 130 тысяч обошелся. Идем туда. Я не очень люблю, когда я вот не ориентируюсь на местности, если честно. Меня это самую малость напрягает. Но ничего, скоро мы здесь все выучим и будем ориентироваться как дома. Я думаю, имеет смысл здесь все-таки подровнять. Насколько я понимаю, оно сейчас равняется. Ну, в общем-то, узнаем об этом. Да, равняется еще и как. Я не очень люблю терраформинг, сами знаете. Так вот, насчет электростанции. Ставим здесь самую простую вот эту вот электростанцию. Видите, даже терраформинг здесь не требуется. Значит, мы выровняли этот участок. Хороший вопрос, что у нас здесь с въездами-выездами. Я не очень это понимаю. Сквозной проезд здесь. Потому что надо еще с расчетом на автодрайв это все делать. Потому что я сам возить это все дело не буду. В общем-то, 500 тысяч ставим. Все, у нас есть электростанция. Классно. Управлять предприятием хранилище пустое. Ух ты, что-то новенькое. Игра обновлялась много раз, поэтому я много чего не знаю. Не переживайте, я буду много чего удивляться. Так вот, что у нас здесь есть? У нас есть здесь 5 линий, каждая по 100 киловатт. Солома, щепа, уголь, метан и дизельное топливо. В общем-то, давайте начнем с соломы. Да, найдем какое-нибудь поле в контрактах. Сбор урожая, 11 поле. Гречиха, она дает солому, нет? Есть у меня подозрение, что нет. Но можно контрактики пообновлять. Может быть добавить что-нибудь еще. Лен. Лен вроде как дает солому, но там льняная солома. И вопрос, разные ли это вещи. Да, вот тут есть такая штука, как льняная солома. Поэтому это другое. Вы не понимаете, это другое. 17 поле горчица, 19 гречиха и горчица. Еще нету что ли пшеницы? Никто не дает собрать пшеничку? Ну вот как жить с этим, а? Вот знать бы, дает ли вот это вот все дело солому. Хороший вопрос. Ну вот созрела вот эта вот гречка. И честно сказать, не похоже, что она дает солому. Ну вот просто, если так вот посмотреть, как она выглядит. Я, скажем так, сомневаюсь в общем-то в этом. А это у нас горчичка. Ну тут знаете ли, блин, ну такое, честно говоря, тоже не знаю. Хотя может быть. Давайте попробуем. Возьмем, все равно нам деньги нужны, все равно надо выполнять контракт. Вот 23 поле, оно не сильно большое. 20 тысяч мы здесь получим за контракт. Мы его принимаем. Давайте, в общем-то, его выполним. Почему бы и нет? Правда, хороший вопрос, есть ли у нас прицеп для жатки. Потому что просто так вести эту жатку на поле, это идея плохая. Тем более, что у нас техника вся покоцанная и не заправленная. То есть у нас комбайн еще точно поедет на заправку и починится. Но я прицепа для жатки не вижу. Как это ни странно, нам нужен прицеп для жатки. Потому что в нашей, вот то, что у нас есть, даже нету группы прицепы для жаток. Кстати, да, я был прав, это полонник у нас есть. Еще бы знать, какой прицеп нужен нам. А если мы сделаем вот так вот и нажмем на сочетание. О, нам нужна вот такая вот штука. Вот удобно, кстати, сделано. Можно поставить сюда запасное колесо за 500 евро. Оно нам надо, оно нам не надо. Можно покрасить в цвет джундира. И мы это сделаем. Номер вообще, пофиг, я с этим париться не буду. Ну давайте купим. А худо как будто не завезли, да? Есть у меня подозрение, что один мод я поставил лишний. И возможно, когда я его сейчас убрал, все станет намного лучше. Нет, кстати, не стало. Странное дерьмо. Ну ладно, будем разбираться. Может влоги что есть. Ругается Вехикл Инфо. Блин, а я хочу его. Я без него не хочу. Мне нравится эта штука. Ну, видимо, нахер эту штуку тогда. Да, вот его убрали и сразу же все заработало. Ну вот такая вот история. Ну ладно. Может оно там и не сильно ругалось. Ладно, поехали заберем из магазина жатку. Точнее, прицеп для жатки. И приедем за жаткой. Да, вот такая вот сложная история. Да, я вообще не сильно люблю все эти извращения с прицепами для жаток. Но что поделать? Сейчас мы имеем то, что имеем. Но скоро у нас будет куча денег. И у нас будут жатки на колесиках. И все будет классно. А пока придется немножко поизвращаться. Что поделать? Бздвинь. О, он приклеивается. Отлично. Наконец-то это сделали. Вообще, после Альпов такую херню придумали. Точнее, когда Альпы вышли из классовский пак или как он там назывался. Да, наверное, когда класс пак вышел. Они стали приклеиваться в 19 ферме. До этого нужно было поизвращаться. Вот. В общем-то, что мы делаем дальше? Мы выгоняем его на дорогу. И говорим ему ехать на поле номер 23. На поле номер 23. Но он туда не поедет. Он сначала поедет в магазин на станцию техобслуживания. Починится. Потом он поедет на заправку заправиться. А потом он поедет на поле 23. Автоматизация, мать ее. Кстати, вот он уже починился и даже едет уже на этот самый. Так вот, что нам надо еще сделать? Нам надо с такой же целью отправить вот этого вот пацана на то же самое поле. Поле номер 23. Куда ему выгружаться? Есть здесь пекарня. Так понимаю, пекарня это точка продаж. А не, есть вон пекарня продажа. Что-то я это сам совсем слепой. Увы, на базу автодрайв не проведен. Попозже чуть-чуть этим займусь. Пока так. Что он опять двигается козаёс? Я вот не понял. Сейчас будем разбираться. Ты давай, дружище, пока езж. Заправка же где-то здесь. А, ты слишком жирный, да? Ну, комбайн все-таки, что поделать? Бывает. Ну, давай, заправляйся. А, у меня же стоит мод, чтобы медленная заправка была. И она какая-то прям очень медленная. Ну, короче, заправляйся пока. Это прям реально надолго. Твою мать, я уже даже жалею немного об этом моде. Хотя, ладно. Это сейчас потому, что приспичило. У нас уже трактор съездил, починился. И сейчас он приедет сюда, и ему не понравится, что здесь занято. А вот эта надпись, вначале задавите двигатель, не обращайте внимания. У меня геймпад у Хана, он пытается газовать. Короче, ладно, пока оно заправляется, это еще надолго. Поехали посмотрим, точнее не посмотрим, а проложим. Где наша база? Вот наша база. А проложим автодрайв на нашу вот эту вот электростанцию. Я так понимаю, въезда на эту территорию, такого вот, который размечен, уже нету. Поэтому надо будет делать его самому. Что у нас там по заправке? О, кстати, почти заправился. Такой молодец. Но пока не заправился, возвращаемся сюда. И тогда, получается, нам нужен терраформинг. А нам нужно здесь сделать какую-то вот дорожку вот здесь. А, расход на топливо, заправился. Можно было даже не следить за этим. И какая же у нас здесь будет дорожка? Грязь, животная грязь. Все, больше вариантов нету. Асфальт. Ну, значит, асфальт будет. Что уж тут поделать. Ну, вот так вот, значит. Или что у нас тут? Этот гравий. Мне больше нравится гравий. Ну, вот так, значит, будет. А этого товарища мы тогда отправляем на поле. Может, он даже туда доедет без переключений. Потому что широкий, знаете, перегон комбайнов такое себе. Но пускай едет. А мы возвращаемся и рисуем автодрайв на выгрузку всякого вот этого вот нашей электростанции. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Получилось немножко ущербно, но это будет работать. Самое главное. В общем-то, тебя мы пока оставляем здесь. Так, надо здесь где-то кинуть прицеп от жатки. И чтоб он не мешал. И чтоб его не потерять. Ну, да ладно. Надеюсь, не потеряем. Жатку цепляем. Давайте выставлять его тогда на поле. Блин, тут еще и в горочку придется ехать. Ай-яй-яй. Вот курсплей жалко не показывает, сколько по времени работать-то будет. Не самое, в общем-то, хорошее решение было убрать эту замечательную функцию. Ну, да ладно. В общем-то, что мы имеем? У нас эта штука пошла убирать, и солому оно не отделяет. Это грустно. Где здесь вообще эта кнопочка включить? А, все, данная культура не дает солому. Все вопросы исчерпаны. Вопросов больше не имеем. Ну, ладно. В любом случае, у нас, друзья, нам нужны деньги. Поле наше еще не созрело. Сейчас какое-то время, пускай курсплей поработает, какие-нибудь контрактики я вот тут поделаю. Ну, и в следующей серии будем уже дальше как-то жить, обживаться, что-нибудь еще тоже делать. Еще какие-нибудь контракты. У нас поле созреет. Наши с кукурузой будем убирать. Плюс там есть еще планы, как там базу надо обустраивать и так далее. Так что, друзья, чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал, разумеется. Уведомления и все такое прочее. Чтобы она вышла побыстрее. Больше просмотров, больше лайков. И она, короче, выйдет. Тем более, что, скорее всего, она уже записана. Если не хотите ждать, то по ссылочке в описании на Boosty для спонсоров, все выходит по мере записи. И, возможно, там уже много серий лежит. А, возможно, и нет. Я пока не знаю, что там да как и в каком темпе будет у нас этот сезон записываться. Ну, да ладно. Это все, в общем-то, все как обычно. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. С вами был Никита Дила и всем пока-ки.